Шоссейные велосипеды Существуют гибридные модели Вилка-карбон, остальное алюминий Либо карбоновая рама, алюминиевая вилка Обычно производители устанавливают навеску сразу одним комплектом Новичкам подойдет Shimano Soro Базовый уровень Tiagra для Shimano, а для SRAM Apex Средний уровень Shimano 105 SRAM Rewal Продвинутый Shimano Ultegra SRAM Force Гоночный Shimano Dura Ace SRAM Red Следующее, на что нужно обратить внимание, кривоподшипная система У шоссейных велосипедов она двойная или тройная В зависимости от количества и размера ведущих звезд У тройной кривошипной системы 3 звезды Она может комбинироваться с 9-ти скоростной кассетой Значит, это 27 скоростей Профилирующие велосипеды имеют двойную компактную кривошипную систему Это 2 звезды спереди, сзади 10-ти скоростная кассета Хотя на некоторых современных моделях уже появились 11-ти скоростные кассеты О плюсах и минусах мы обязательно расскажем в новых обзорах Соответственно, диапазон передач 20-22 скорости Для катания по крутым склонам, подъемам в горку, а также для освоения шоссейного катания Мы рекомендуем тройную или компактную кривошипную систему Колеса – это едва ли не половина веса всего велосипеда Именно поэтому обода могут стоить очень дорого Также колеса влияют на разгон, динамику, сохранение инерции, аэродинамику Особенно во время ветреной погоды Профессионалы обычно заказывают обода отдельно от рамы Подбирая для себя определенные специфические модели На велосипеды начального уровня обычно устанавливаются более простые колеса Которые могут быть и тяжелее, и такими уж накатистыми Но это важнее для гонок Занятия спортом, фитнесом – эти параметры не нанесут ущерба В качестве тормозов используются комбинированные ручки на старых моделях Переключатели были установлены прямо на раме велосипеда Комбинированные ручки значительно упростили переключение передач Например, при спуске с горы убирать руки с руля опасно Что исключает возможность заранее подобрать передачу На новых переключателях такого нет Нажатие на рычажки изменяет положение переключателя При этом вы продолжаете контролировать руль, не убирая руки с него Во время выбора модели убедитесь, что вы можете комфортно переключать передачу Рука не соскальзывает, вы можете крепко держать руль При необходимости отрегулируйте рычаги и их положение на руле Катание на шоссейном велосипеде требует особого привыкания Во-первых, при некоторых положениях рук на руле вы не можете контролировать тормозные рычаги С непривычки это кажется опасным Посадка на велосипеде значительно более низкая, чем на горном Это нормально Такая посадка позволяет снизить сопротивление ветра Седло очень жесткое, более вытянутое и узкое В сравнении с горными или прогулочными седлами Это позволяет вращать педали с высокой скоростью Ноги полностью разгибаются и не упираются в широкую часть седла Шоссейный велосипед создан исключительно для занятий спортом Кататься на нем очень удобно, но привыкнуть можно со временем Перестают уставать руки и болеть пятая точка Если встречный ветер очень сильный, возьмите с нижним хватом Если при катании с нижним хватом вам тяжело делать вдох, значит посадка слишком низкая Обратите внимание на свою грудь Чрезмерно узкий руль, хоть и способствует лучшей аэродинамике Препятствует полному раскрытию грудной клетки при вдохе При необходимости замените руль Кататься лучше всего по асфальту, велодорожкам, где мало машин Отличное место для катания в Москве, крылатский велосипедный трек А также набережная Москвы-реки Как правило, на ней очень мало пешеходов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова